Всем привет, это Власовец Игорь, и это мой подкаст Базар за Дэнс, и сегодня у меня в гостях Артём Сидоров. Ну что, друзья, побазарим? Я занимаюсь зум-созвонами с разными хореографами и танцорами по всей России. Мы обсуждаем прикольные темы, которые нас волнуют. И сегодня мы с ним поговорим на интересные темы про танцы, про развитие, про учеников. Учеников есть у тебя ученики? Да, вообще про твой путь, я думаю, это будет интересно для всех, для меня лично тоже, узнать. Вообще моя цель рассказать вообще про всех, как люди вообще добиваются, что такое танцы вообще изнутри, их путь, потому что, может быть, кто-то думает, что это так просто, там, или вообще там, как это, да, типа танцы, как это издревле заложилось, да? Несерьезно. Типа несерьезно, да. Так, скажу про тебя. Артём Сидоров, танцор. Хореограф. Успел засняться в кино. Победитель международных там батлов и российских там не перечесть. Я прав? Было. Было. Так, я тут просто собрал про тебя информацию немножечко. Досье. Досье. Там несложно, я много где-чем уже. И ещё отметился на танцах. Тоже было. Начнём с того, что расскажи про свой путь, как это было, свои сложности, да? Почему вообще хип-хоп как основной стиль ты выбрал? И как ты пришёл к тому, что ты хочешь связать жизнь с танцами? Так, ну если по порядку, то вообще не хотел изначально идти на танцы. У меня танцами занимался мой старший брат. Он на два года старше меня. Мама меня долго уговаривала. Я противился. Потом я просто съездил с его танцевальным коллективом в лагерь типа сборов. Съездил вместе с ними. Мне понравилась компания, тусовка. Очень приятные там все ребята. Ну и вот таким образом я просто по инерции за ним пришёл в этот коллектив. Не могу сказать, что это было серьёзно. Это был такой коллектив на районе. Короче... Это в Москве было? Да, да, да. Но я родился уже в Москве. У меня корни уфимские, челябинские. По папиной линии все москвичи. По маминой вот нет. И если брат ещё родился в Тольятти, там у меня бабушка жила, вот, то я уже родился в Москве. И, соответственно, вот в Москве я пошёл в этот коллектив. Лет семь я там протанцевал. Ну, это такой любительский коллектив, который байтит Тодос. Байтит тех, кто байтит. Я думаю, что в то время, наверное, много кто смотрел видео Тодос. И было по всем маленьким городам. Нам преподносили, что это прям, ну, типа топ. Вот. Тогда так и казалось. И многие номера Тодоса, ну, там, если не вникать, там, кого они, сбайти или не сбайти, если так посмотреть, то есть номера классные, хорошие. Да и вообще, в целом, к Тодосу у многих много вопросов. Но, тем не менее, есть же оттуда такие ребята, как Ильдар Гайнудинов. Это всё-таки о чём-то говорит, наверное. Наверное, просто за всей этой машиной не уследить, чтобы везде там у всех всё было хорошо, и чтобы не байтили. Вот, короче, вот так я просто как-то связался с танцами, а потом уже спустя какое-то время я уже забросил. И потом насмотрелся видосов в интернете Джаббу Бокис. Да, классика Твинцов и Рэдбул Би Си Ван. Посмотрел на Брейкинг Танцы Улиц. Танцы Улиц, я не помню, но Шаг Вперёд точно был. Танцы Улиц, я не помню, смотрел я тогда или уже позже, когда я был в теме. Но точно был Шаг Вперёд. Вот Джаббу Бокис, вот прям вот эти все видосы. Тогда ещё интернет с этим туго было. Вот это загибло. Да-да-да. Какие-то видосы мне попадались. Вот что-то там скачивал. Паркур мне ещё очень нравился. И вот брейкинг. И вот я когда смотрел на паркур, иногда я думал, что это что-то вообще космически сложное. И также зачастую про брейкинг. То есть я смотрел и понимал, что сложность физически как будто такая, что ну типа уже поздно. Мне 19 лет. Вот. И я понимаю, что то, что я танцевал, это вообще мимо, это вообще никак не связано. Это там максимум. Чуть-чуть координации. И всё. И я просто смотрю на то, что вытворяют люди. Понимаю, что это как в футбол или в баскетбол, или в хоккей. Пойти уже всё. Пока. Ну да. Они вообще были какие-то нереальные люди, казались-то. Они такие штуки мутили. А мне до сих пор так кажется. Да. Сейчас-то вообще уровень, что они вытворяют. Вот. Ну и всё. И потом я пошёл, получается, в Model 3-5-7. Была такая топовая студия в России. В Москве, мне кажется, наверное, в своё время одна из самых крутых. И тогда, наверное, не было такой конкуренции на рынке. Вот. Я думаю так. Я, может быть, просто глубоко не вникал. Вот. Ну и дальше как-то вот постепенно из Model'а попал в плюр к Егору Соколову и Вале, тогда ещё Рыхлинской, сейчас уже Соколовой. Вот. Тренировался у них и преподавал у них. Потом мы сконнектились с Кадетом, потом уже спустя время через Кадета с Жекой Барышевым, потом с Пунчей. И вот как-то всё вот так вот понакатанный. То есть, не знаю, просто очень верил и как будто знал, что всё получится. Не знаю, просто, наверное, бил в одну точку. Но ты хотел это. То есть, это не так, что типа просто раз. Очень размыто было тогда, потому что я не понимал, чем живут танцоры. Я не знал, что такое. Сейчас, благодаря интернету, очень многое наведу. И, например, молодые. Это, кстати, ставит им определённую подножку, как мне кажется. Они сразу видят, к чему можно прийти, танцуя. То есть, они видят тех ребят, кто ездит, судит, даёт мастер-классы. Сколько плюс-минус могут заработать. Какие есть выходы в какие-то проекты, съёмки, коммерцию. И непонятно, чего хотят. Танцевать или вот этого всего? Или то, что танец может подарить? Вот. А у нас так было, что я прям помню, я спрашивал от Егора Соколова, моего учителя. Типа, Егор, а что дальше? Ну, вот сейчас ты преподаёшь, на подтанцовке подрабатываешь, ещё как-то что-то. А что дальше? Вот. И даже у него тогда не было у меня каких-то конкретных ответов на эти вопросы. Ну, то есть, мы это обсуждали в качестве диалога. Я помню тогда ещё, он говорил про Антона Пашулю, что... Типа, Антон тогда говорил, я не знаю, что будет дальше, но я буду знать всю свою оставшуюся жизнь, что в 30 лет я танцевал крамп просто на полную катушку, на 200% отдачу и всё. И вот такое немножко, наверное, это какой-то юношеский максимализм, но мне кажется, все какие-то классные идеи, не знаю, снимаются классные фильмы, пишутся книги, когда вот в людях есть вот этот какой-то ребёнок, который не всё иррационально... Да, где-то вот отсюда действует изнутри. Ну да, 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 где-то ты не сильно думаешь о том, да, как-нибудь прокатит. И в итоге что-то прикольное получается. Это как-то вроде прыжка веры такой, раз, и надо просто довериться. Ну, вообще есть такой момент, что ты в какой-то этап жизненный понимаешь, что ты всё поставил на карту. Потому что долгий период я работал параллельно, там, официантом я работал, потом я очень долго, 5 лет работал в юридической конторе помощником юриста. Это в основном были курьерские обязанности на побегушках. Я там как бы шуршал. И я не уходил с этой работы. То есть я уже где-то что-то судил, давал классы. Параллельно, естественно, я там стеснялся сказать, что да, вот я сейчас в понедельник возьму пачку документов и поеду в налоговую, в пенсионные фонды куда-то ещё. Потому что я просто был как бы на игле вот этой зарплаты. То есть с танцами же как? Работаешь, деньги есть, не работаешь. Только если ты что-то делегировал. Если ты что-то кого-то нанял, кто-то работает, у тебя там, не знаю, педагоги в студии или какие-то проекты. Если ты сам либо где-то танцуешь в коммерции, либо преподаешь, работаешь, деньги есть, не работаешь, нет. И поэтому я оттуда долго не мог уйти, потому что отпуск два раза в год, больничный, ну и плюс как бы зарплата. Какая-то стабильность. Да, 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 вот. И вот когда я оттуда уже ушёл, я понял, что всё, вот я как бы вот теперь уже точно. Может, это точно. Да, да. Ну, понятное дело, что никогда не поздно устроиться, не знаю, таксистом или барменом. Вот. Но уже такой вариант тогда не рассматривал и понимал, что освободилось очень много времени для реализации каких-то своих идей. И именно тогда пошла вот студия, лагерь, интенсивы и больше-большее количество побед, потому что больше времени на тренировки и на... Ну, то есть никогда не бездельничал. То есть что-то раз, время появилось, начинаешь что-то создавать. Ты рассказал, кем-то вдохновлялся, да? Джаба Вокис в основном, ну, вот эти зарубежные. А сейчас, допустим, какие-то... Кто-то есть, кем ты вдохновляешься, например? Ну, или ты продолжаешь обучение? Что ж там? Ну, обучение продолжаешь с кем-то тренироваться там? А, сам как ученик? Да. Нет, такого нету, чтобы я... Ну, вот у меня был период, когда на протяжении где-то трёх или даже четырёх лет был мой наставник, вот Егор Соколов. То есть это прямо был вот мой сенсей. Я его до сих пор называю сенсеем. И это был формат, то есть я ходил к нему в группу. Потом это был уже формат, когда я уже у него не занимаюсь, но я всегда его там спрашиваю совет, какие-то, не знаю, там наставления, какие-то вообще, что он думает по этому поводу. Или, не знаю, даже могу посмотреть его какой-то батл и спросить, почему он здесь там сделал так или так, или как ему вот это удалось, или там, ну, такие моменты. Вот, в общем, долгий период он меня наставлял, но потом как-то всё плавно, даже уже в моменте того, когда я у него занимался, он мне сам сказал, типа, всё, хватит, давай учись сам выдумывать материал, чтобы ты не... Я очень был на него похож по танцу. Говорит, чтобы ты не превращался в копию меня, давай сам, вот. И потом уже как-то всё плавно перетекало в формат, что я уже сам, я как-то езжу на разные классы, смотрю, образовываюсь и понимаю, что где-то уже местами наше мнение не совпадает, оно может идти в разрез, и это нормально. Да, то есть, типа, это окей. И то, всё равно, я думаю, что до сих пор процентов, наверное, на 70 у нас мэтчатся наши взгляды на танец, на хип-хоп, на импровизацию, даже, может быть, больше. Вот. До сих пор я в преподавании какие-то вещи, которые, я считаю, неотъемлемым фундаментом, которые мне дал Егор и Валя, и я продолжаю от них как бы не отходить, вот. И мои ученики уже даже, кто преподают, я знаю, что они какие-то вещи используют, которые когда-то кто-то заложил, наверное, в Егора, либо он сам до них там додумался, вот, он в меня, и вот так вот с почки. Вот так часто бывает, да, что... Вот. А так сейчас вдохновляет кто... Ну, вообще, на самом деле, это для многих может звучать, как будто я просто сапорчу своих, но это не так. У меня просто так получилось, что я своих-то и сапорчу, но я просто окружил себя теми, кто мне нравится. Мне реально нравится, как танцуют Баршев, Кадет, Пунча, и это моя команда. Вот. На них не заканчивается список. Очень много, кто мне нравится. В данный момент вот Морди, Макс, многим старой школы известной, как Лил Банзе. Вот, Банзай, кстати, нравится. Вот. Но сейчас уже меньше, потому что я вижу его меньше в деле, он меньше тренит, я так понимаю, меньше батлит, меньше где-либо участвует. Вот. Но все равно там мастерство не пропьешь. Ну, и зарубежных, тут, как говорится, все те же на манеже. Вот, не знаю, сколько лет, десять уже. Это Маджид Бен, Айси, Парадокс. И можно просто взять вот так вот Circle Underground, Жиз Дебу и Summer Dance Forever. И вот прям процентов 30 всех, кто там, одни и те же. Вот, стопудово они нравятся все. Ну, новое поколение-то растет, наверное. Да, но появляются, ну, вот там, не знаю, чуваки типа Рубикса, он же, можно сказать, новое поколение, лет 20. Вот, потом просто в моей голове застряло, я когда начинал танцевать, я узнал, что Маджид младше меня, а он уже там просто мировую сцену разносит. Я думаю, вау. То есть для меня это уже, ну, что тогда был фреш какой-то, что сейчас. То есть я не воспринимаю себя, как до сих пор мне тяжело. Я понимаю, что я уже, наверное, в нашей стране сейчас воспринимаюсь, как старая школа. То есть есть ребята 17-20 лет, а мне 32. А я себя воспринимаю, как я застрял. Ну, не то, что застрял, у меня ассоциация такая не возникает. Я вижу, вот там Жека, вот там Бонзай, в моем понимании, Егор Соколов. Даже ребята, Дамьен Лето Кадет, они там старше меня, не по возрасту, а вот просто как бы по нахождению в культуре. Вот. И я на них всех смотрю и думаю, так, ну, нормально, типа я молодой. Да, я типа нормально. Да, ты так оглядываешься, а там уже как бы... да, уже. Вот, ну, на самом деле прикольно, что столько ребят до сих пор остаются в деле. О, да. Вот, потому что я вот так смотрю, вот я, не знаю, в баттлах начал участвовать в 11-м году, то есть, получается сколько? 13 лет, ну, 13-й год уже идет. И много ребят, ну, вот те же там, Кадет, Дамьен, Барышев, там, Тадж, Раш. Бесполезно перечислять, потому что я точно кого-то забуду. Очень много ребят, кто остались. И есть такая тенденция, все любят, когда выигрывает кто-то новый, какое-то новое лицо, там, всех разносит. Вот, это действительно прикольно. Так было прикольно, когда свайп разнес вот за флог. Ну, короче, это было классно. Ты такой, типа, блин, есть какие-то непредсказуемые сюжеты во всей этой группе. Молодые тигры. Да-да-да, вот. Но я также радуюсь, очень действительно радуюсь, когда продолжают выигрывать такие ребята, как там тот же Тадж, Раш, Жека, Бонзай, Кадет, Дамьен, потому что мне искренне радостно, что есть люди, которые столько лет преданы танцу, культуре, и нет такой тенденции, что, типа, ну, мол, они уже не те, они уже не котируются. Это меня безумно радует, потому что в спорте, например, это невозможно. то есть там футболист в 45, ну, просто ему очень тяжело будет физически тащить это все. Вот. А что мне нравится, что в творчестве, когда такие, как Джозеф Гоу, Айси, продолжают держать такую планку, это радует, что танец более долгий, что ли. Ну, да, ты вот поппинг, например, я кого знаю, поппинг пит, например, сколько он там, уже 60, а он нормально еще ездит по классам и в порядке себя чувствует. Да, да, так и линк какой-нибудь судейский сделает, вообще будет в кайф смотреть. Да. Были ли у тебя на твоем пути какие-то жертвы? Знаешь, чтобы ты выбирал вот танцы, там, развитие, там, пренебрегая, там, чем-то, чтобы надо было сказать, вот, блин, я иду вот сюда. Это может чуть подождать, например, что-то такое. Ну, стопудово. Я просто сейчас, наверное, в деталях не могу вспомнить какие-то моменты конкретные. моменты, но в целом, просто это такой путь на сопротивление, потому что... Все время надо кому-то что-то, ну, не то, что доказывать, а там, общество, например, еще кто-то там, например, да? Опять же... Общество вообще... Вот ты сказал, не материться. Я не знаю сейчас, какие эпитеты подобрать, как к этому обществу относятся. Ну, у меня, для понимания, был период, когда я, как бы, закидывал такие уже намеки, там, родителям, маме, что я, как бы, хочу вот в танцах двигаться. Вот, естественно, когда на старте, когда ты еще не то, чтобы там, родители как могут судить. Если это приносит деньги, значит, можно быть уже более спокойным. Если, не знаю, там, у тебя, ты какой-то суперчемпион чего-либо, вот. Либо, ну, то есть, как минимум, не знаю, там, посмотрит мама мое выступление на сцене или на видео и такая скажет, вау. Вот, но объективно, когда я только начинал и уже там в баттлах участвовал, ну, я еще как бы двигался косо-криво, это все-таки такая, и сама культура молодая в нашей стране, это же не какой-то там, не знаю, балет, где есть понимание, на каком-то уровне находишься, вот. И ты там что-то в этом однограундном баттловом мерке среди подобных борешься, никому непонятно, чем ты занимаешься, тебя просят, не знаю, показать видео, ты вот так вот зажмурившись, показываешь, думаешь, блин, вот, люди смотрят, думают, ну, там, говорят, ну, я этого не понимаю. И ты понимаешь, что значит, значит, ты плохо танцуешь пока еще. Ну, объективно, то есть, то, что дилетант, человек не в теме, посмотрит, и у него это не вызовет какого-то эффекта вау, это, как это сказать, это еще не значит, что ты плохо танцуешь, вот, или вообще что-то, что-либо плохо делаешь, но все равно, даже, даже у человека, не разбирающегося, могут возникнуть какие-то эмоции. Например, не обязательно человеку нужно разбираться в киноиндустрии, чтобы, ну, там, увидеть хорошую картинку, там, кино, там, качественно. или, не знаю, там, человеку не надо разбираться в машинах, чтобы понять, когда проезжает Ламборджини, что она, скорее всего, дороже, чем Hyundai Solaris стоит, хотя бы чуть-чуть, вот. То есть, есть какие-то такие вещи, и, то есть, соответственно, если я покажу, не знаю, видео маме, там, тех же Jabba Walkis или Twins of, или какого-нибудь Би-Боя с Red Bull BC One, конечно, у нее там челюсть отвиснет, и она там, вау, офигеет. И я понимаю, что я показываю такую картинку с себя, такого эффекта не возникает, значит, мне надо еще идти тренироваться. Естественно, очень много скептиса от мамы было, я помню, она звонила отцу, чтобы он приехал, со мной поговорил, типа, ну, насколько правильный путь я выбираю. Это, да, с универа, уходил на заводчику. Вот, тоже, вот, кстати, первая жертва, образование. Вот, то есть, я со строительного университета уходил на заводчику, чтобы тренироваться и танцевать, и в этом развиваться. Вот, и мама звонила отцу, чтобы он, типа, вразумил меня, чтобы он там со мной поговорил и объяснил, как правильно жить. Вот, но я фанатик своего дела, а тогда глаза горели еще больше. Ты в самом начале, вау, ничего себе, какой дивный мир у меня открылся, всего этого. Вообще, ничего меня не остановит, буду фигачить. Вот, и, собственно, беседа с отцом, потом с крестным, и, в общем, это как бы пытались как-то остановить. Вот, ну, а потом, когда уже раз, там, одна медалька на стене, там, раз, еще кубок, еще грамота, еще, еще, потом раз уже какие-то деньги, что-то еще. Мама понимает, что я, там, от нее уже не завишу, никаких денег мне от нее не надо, вот, я сам могу там себя прокормить, я сам там что-то куда-то, раз, и все, и как-то я там двигаюсь, и что-то я там где-то преподаю, что-то я там что-то зарабатываю, она не вникает в это все. Потом раз, я куда-то там собрался за рубеж поехать, куда-то там в Париж, куда-то что-то еще, вот, и сразу, ну, как-то потихоньку, не сразу, потихоньку возникает понимание, что наверное там что-то как-то я вот про маму, что как-то что-то там закрутилось, все существует, все работает, наверное, все не так плохо, как я себя напридумывал, вот, ну, и как-то вот так, вот, поэтому если говорить про жертвы, то ты просто, не знаю, ты выбирай такой путь, я надеюсь, что сейчас у молодежи уже таких проблем нет, сейчас тикток, инстаграм, ютуб, то есть везде кругом танцы и уже как-то, и танцы на ТНТ благодаря телевизионному проекту за столько лет там, 9 лет он шел по телеку, уже как бы нанесли на карту танцоров, то есть уже как-то стало понятно, что это существует, вот, и все эти хип-хопы и крампы и прочие какие-то непонятные направления стали понятными, то есть типа, а ты крампер, а ты паппинг танцуешь, а это вот это вот все, ага, вау, вот, типа хип-хоп, а хип-хоп какой, типа хореография или ты фристайлер, то есть уже люди вникают по чуть-чуть, поэтому я надеюсь, что молодежь сейчас с такими проблемами не сталкивается, но все равно сталкивается, я думаю, с тем, что, ну, например, я понимаю, сколько я посвятил времени танцам, если бы я столько же времени, не знаю, посвятил бы, изучая там биржу, рынок там такой, или, не знаю, там, ну, в какой-то финансовой сфере я бы разбирался или там в маркетинге или в чем-то, я бы просто как минимум зарабатывал бы раз в десять больше, наверное, сейчас уже, просто танцы не настолько финансово, возможно, благодарная индустрия, пока что, да, мы как бы в наших силах это менять, я думаю, что мы как раз сейчас, мы, я не имею в виду там конкретно себя, а вот нас в целом, тех, кто сейчас танцует от тех, кому там пятнадцать лет, до тех, кому там пятьдесят пять лет, всех, кто уже руководит коллективами или просто работает в камере, или просто преподает, батлится в команде, вот в руках всех нас вот эта вся индустрия, потому что если мы будем делать круто, делать качественно, к этому будет прилипать больше глаз, больше зрителей, это больше возможностей, больше денег, больше, не знаю, рекламы, спонсорства, и это может дальше развиваться, как футбол, баскетбол, ММА и прочее. Единственное, конечно, таких масштабов это, я думаю, никогда не достигнет, потому что сущность человека настолько примитивная, что вот ему подавай колизей, вот надо ММА, вот там, где, не знаю, кровь, вот там, где ломают ноги, черепа там и так далее, там больше всего будет глаз. Футбол, где есть какие-то страсти кипят там, и бокс, и там подобные, 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 там, баскетбол, вот. А искусство и творчество, оно все-таки порог входа чуть-чуть другой. Миролюбивый. То есть, типа, какой-нибудь дядя Вася, алкаш у пятерочки, посмотрит бой какой-нибудь. А ему больше зайдет, чем... И он скажет, ну, нормально, они там улыбят друг друга, вот. А ты будешь ему показывать, не знаю, как там фристайлит какой-нибудь французский бибой под классическую музыку, и он будет смотреть, скажет... Ну, да, очень плохо. Но все не так плохо. Ну, типа, это ок. Это же, как сказать, надо понимать, что, наверное, волейбол или настольный теннис никогда не достигнет таких масштабов, как футбол. Ну, просто как данность. Я не знаю, может быть, сила маркетинга, если все самые лучшие копирайтеры, маркетологи и все, кто занимаются рекламой, такие, окей, давайте возьмем это как челлендж и провернем это, может быть, это и возможно. Вот. Но мне кажется, что нет. И вот людям когда-то... Я считаю, что сейчас вот ММА и все, что всем сейчас знают, это просто современный колизей, современная версия. Там же до сих пор, по-моему, умирают люди. Не слышал, не знаю, но... Ну, бывают летальные исходы, к сожалению. К сожалению. Ну, с другой стороны, может быть, оно... Как бы танцы забирают, как бы, свой процент, как сказать, аудитории, и, может быть, и типа хорошо. Нет? Как считаешь? Может быть, и... Как... Ну, это... Этот объем, может быть, он и не нужен. Может быть, совсем тогда, если мы перейдем в спорт, может быть, тогда все меньше и меньше останется для творчества. Сто пудов. Какой-то баланс здесь нужно выдерживать, но я думаю, что просто можно все, что мы делаем, расправить этому крылья больше. Ну, это да. Если будет людей, видеть это больше. То есть просто, как минимум, сделать круче продакшн. То есть просто, если будет больше людей, мы сможем просто круче преподносить все, что мы делаем, и круче это делать. То есть я могу привести на примере, там, не знаю, батла. Если у меня мало участников, у меня говно помещение, так себе звук, так себе свет, и как бы, ну, короче, у меня мало людей, я не могу круг из людей закрыть. Если я точно знаю, что я круто преподношу свой продукт, у меня все классно с продакшном и с рекламой, то у меня будет много людей, и я могу выбрать помещение, то, которое я хочу. Я могу поставить, не знаю, там, экраны, я могу сделать звук. Самое главное, это, по сути, это все, ладно, это картинка, оформление. Самое-то главное для танцоров, я могу сделать им такой танцпол, чтобы им танцевалось кайфово, чтобы это была не резина, а вот потратиться на ламинат и вырезать круг из ламината. Вот. И сделать так, чтобы им было офигенно, чтобы не нужно было на эту резину приносить присыпку, и там, чтобы вот это вот мучиться с этим. Вот. Сделать так, чтобы звук был офигенный, чтобы никто его не перегораживал, чтобы мониторы стояли так, чтобы танцоры все слышали этот звук, чтобы судьям было слышно и всем зрителям было слышно, и чтобы было громко, и чтобы всех качало, и чтобы у меня был крутой MC, классный диджей, несколько их. И вот, то есть, все. Опять же, для этого всего нужны бабки. Если у меня внимание приковывается к этому действу, то у меня, скорее всего, есть спонсоры. Мне не нужно брать людей по пять тысяч за регистрацию, чтобы все это окупить. Либо, соответственно, у меня должно быть дофига людей, большое помещение и какой-то существенный взнос, чтобы все это отбить и всем зарплаты заплатить. Следующий у меня вопрос про наших танцоров, про... Стали они, как на твой взгляд, опять же, самодостаточными до того, чтобы, например, ну вот сейчас наша ситуация, сейчас стало сложно выезжать, все дела по развитию. Стали мы настолько самодостаточными, чтобы как бы организовать свою экосистему по развитию. То есть, уже не рыбаться к иностранным танцорам, там, и... Хотя это часть культуры. То есть, хип-хоп же это не... Как бы не наша, получается, культура. Да, то дело не в том, что... Да, вопрос в том, можем ли мы сейчас настолько как бы самореализоваться, чтобы не зависеть так уже сильно от внешнего развития. Наверное, вот так спрашиваю. Я думаю, что это точно не то, к чему стоит стремиться. Потому что, ну, мне кажется, если хочешь учиться, если хочешь образовываться, то в любом случае лучше не зацикливаться в рамках одной страны и одного языка. То есть, бывает, не знаю, что-то хочешь нарыть какую-то инфу, и... в... Рунете просто может не быть ответов на какие-то вопросы. И то есть, нужно просто знать язык. Я не говорю, что я хорошо знаю язык. Я его... Ну, хотел бы знать намного лучше. Вот. Но в целом, даже все те, кто меня вдохновляют, не то, что вдохновляют, я смотрю просто на разных личностей, кто в каких-то своих нишах достигает успеха. Как правило, эти люди знают язык. Вот. И коллаборируют с людьми из других стран, сотрудничают, общаются. Вот. И мне кажется, просто это не то, к чему стоит стремиться. Однозначно то, что сейчас мы находимся в таком запертом немножко положении, это нас бустит. Потому что, ну, ты такой, типа, в смысле, как, чего? Ну, то есть, эти определенные лишения, эти определенные рамки дают свой определенный скачок. Я могу это даже описать на базе фристайла. Если я, ну, условно, вот я начинаю танцевать, и я не знаю, с чего начать. Я не знаю, может, ногами, может, руками, может, вот этот звук зацепить, или прокачать, я не говорю сейчас даже конкретно про себя, у меня такое уже реже бывает, я просто вот с учениками мы сейчас разбираем. Это нормальная тема. А когда ты задаешь себе рамки, ты можешь раскрыться куда больше. То есть, ты такой, я начну четко вот с этого. Я хочу вот просто заполнить пространство и вообще не отвлекаться, не знаю, там, на руки. Я вот хочу сейчас раскрыть свои вариации в ногах. и ты начинаешь настолько в этом спокойно двигаться, что потом ты уже не замечаешь, как ты танцуешь всем телом, там, руками и так далее. Вот. И, как мне кажется, те ограничения, с которыми сейчас мы сталкиваемся, они настолько бустят и форсят, потому что мы сами в своем каком-то вот этом мерке, вот, как это, не знаю, короче, как такая бомба замедленного действия. Нас как будто сдавили вот так, да, и мы вот, да, 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 и мы вот так сейчас это раскрываемся. Я так думаю, возможно, я заблуждаюсь, но я надеюсь, что нет. Вот. И что касается поездок, поездок иностранцев к нам и поездок наших туда, я думаю, что все равно стоит в эту сторону смотреть и думать, потому что это есть развитие. Я считаю, что мы уже вполне на уровне, то есть мы вполне на достойнейшем уровне относительно там Европы, относительно Штатов, не в общем, может быть, не в целом, не все, а я имею в виду, если взять, ну, верхушку тех самых фанатиков своего дела, самых преданных ребят, как в мире фристайла, так и в мире хореографии, то есть уже многие, кого знают. может быть, не так нас сильно и много знают по миру, просто потому, что тяжело выехать. Даже тогда, даже до ковида, и до войны, и до ковида даже было тяжело выехать, потому что, ну, условно, то есть надо там французу доехать там в Голландию или немцу во Францию. На поиске ЛДМ. Да, ну, то есть проблем нет. А у нас же надо вот подготовить волокиту, отсканировать свой один паспорт, второй паспорт, там, свидетельство, не знаю, там, о заключении брака, о расторжении брака, не знаю, там, это справку с места работы, если ты не работаешь, то справку там о самозанятости, если ты не самозанятый и не оттвердоустроен, тебе нужно мутить какую-то эту липовую справку, рисовать там какую-то зарплату, закидывать денег на счет больше, чем у тебя есть, если там недостаточно, потому что визу надолго тебе не дадут, движение средств по счету, то есть нужно подготовить это все заранее, забронировать билеты, забронировать отель, короче, вот целый-целый вот этот список, и ты приезжаешь, и вот у тебя жездыбу 30 секунд танцует, и ты такой, да, да, конечно, я сейчас расслаблюсь, почилю, и вот так вот спокойно войду в ритм, вот, ведь у меня есть еще 27, 26, 25 секунд, а следующие через год, вот, и, конечно, ты вот так вот выходишь, и все, сейчас вот это все сделаю, вот это все, и все мимо музыки, все, ни в попад, ни в лад, и, конечно, это жесть, и тебе нужно прожить этот опыт раз, два, три, чтобы начать себя там уютно, спокойно чувствовать, а это какое количество денег, соответственно, равно времени, сил, энергии, вот, и поэтому, может быть, не так часто, и не так много, и не так результативно наши танцоры проявляли себя на разных зарубежных сценах, просто по причине того, что мы туда выезжаем не так много, как могли бы, и находимся в слишком сложных условиях, вот, и все, поэтому, когда у кого-то что-то получается, там, это грандиозное событие для нас, для всех, вот, поэтому я всегда радуюсь, когда там условно Жека Барышев проходит отбор на Summer Dance for R 5-6 лет подряд, вот, я безумно этому радуюсь, потому что это, не знаю, событие, ну да, ну не то, что прям, ну это хорошо, это какой-то показатель, конечно. Какой бы стиль победил на баттле стилей, например, и почему, как ты считаешь? И еще, важно ли здесь именно техническое исполнение, ну это такое, конечно, я понимаю смысл, такой вопрос двоякий, ну просто, мне интересно знать твое мнение, техническая составляющая или эмоциональная, ну ответ правильный, скорее всего, это все вместе, но рассуждать просто хочется на эту тему. Ну, есть стили более зрелищные, ну там, например, крамп, брейкинг, вот, более зрелищные, чем хаос и бакинг, вот, наверное, какому-нибудь хаусеру будет сложнее одолеть крампера, чем наоборот. Да, но, на самом деле, такого однозначного ответа здесь нет, потому что все зависит, батл это всегда лотерея, все зависит от обстоятельств, вот, бывает, выходит какой-нибудь невероятно сильный бибой и может проиграть просто там какому-нибудь чувачку, который танцует хип-хоп или девочки, танцующий дэнс-холл, просто потому что здесь, сейчас, в моменте, в музыке, там, он, она, собрали больше фрагментов, каких-то больше акцентов и больше все это вот органичнее и целостнее выглядело. И ты мог предыдущий круг смотреть и думать, вот, этот бибой всех сегодня вынесет, а в следующем кругу ты сам это судишь и понимаешь, он проиграл, я показываю в другую сторону прямо сейчас, вот. Непредсказуемо, вот даже вот возьмем недавно вот этот прошедший два турнира киллов, которые делали Дэнс Тори, вот, Вадим победил, то, о чем я говорю, очень зрелищный стиль и Вадим невероятно крутой, это факт, вот, плюс он такой еще сам по себе батловый, он прям у него есть и фристайл, и фишки, вот, то есть, и идеальное сочетание пропорций этого всего между собой. Плюс Крамп сам по себе зрелищный стиль, вот, но возьмем другой турнир киллов, там суперфинал не состоялось, вот, но там были в финале Черита, Би-Бой, и Дамьен, и Марди, вот, я не помню, кто из них, по-моему, Марди станцевал там больше всех раундов и просто выносил хип-хопом просто по жести вообще, просто по жести, вот, и нет такого, вот просто нет такого, это момент, и, конечно, тут влияет техника и, не знаю, там, твои возможности тела, и, безусловно, музыкальность, и зависит все от судей еще, потому что будет судить один, для него будет важна, там, не знаю, форма, вот это прикольно, да, будет судить другой, для него будет важна музыкальность, вот, и, соответственно, я вот как-то судил с биббоями, то ли All Styles, то ли что-то такое было, и я смотрю, и там, ну, бибой против бибоя, я показываю в одну сторону, а бибой в другую, то есть, у них свои критерии есть, вот, и я помню, было вот на Сахалине, мне было просто интересно, я смотрел бибойский батл и сидел, судил, по-моему, рядом с бибоями, там просто так получилось, что я судил All Styles, один, по-моему, а там на Сахалине не так много танцоров разных стилей, но там очень развит брейкинг, и там много бибоев, и очень часто происходило так, что я сужил Styles Battle, и сейчас так, там, по лотереи и диджея, так, выпал фанк-трек, и выходят два бибоя, и, то есть, я сужу двоих бибоев под фанк, и я вот сидел, и, там, рядом Дебошир, там, Мел, и я вот спрашиваю, я такой, типа, ну, я сейчас покажу направо, и они такие, типа, окей, типа, показывай, и я такой, а что, ну, я спрашиваю, а почему, ну, там, смотри, он там что-то, и начинает мне объяснять, я понимаю, что, да, аргументированно, но я вообще по-другому мысляю, я говорю, а вот этот легче, я смотрю, он такой воздушный, вот здесь у него футворк такой музыкальный был, он такой, там, типа, это вода, вот это, смотри, у него тема была вообще, такую никто не делает, я такой, да, типа, а вот это, вот это, он говорит, ну, это тоже сложный, но не настолько, и он такой, типа, вау, конечно, не зная нюансов, деталей, то же самое, наоборот, будут судить Би-Бой и хип-хоп, им будет казаться, что, вау, какую фишку он сделал, там, рукой в голову, а я буду говорить, да блин, это Няко в 2006, как делал, так, все на каждом Beginners Battle, все, все вот этой рукой, вот, все в голову делают, я уже, тошнит от этого движения, я все вижу, все сразу, ты проиграл, уже проиграл, можешь не дотанцовывать, а ты можешь не отвечать, ну, грубо говоря, грубо говоря, вот, поэтому, в битве стилей, еще бы, там, не знаю, лет 5 назад, я бы, может быть, сказал, что вот прям преимущественно, там, больше шансов именно у Крампа, и, наверное, у Брейкинга, и, наверное, на третьем месте Паппинг, сейчас я свое мнение поменял, то, что вот после того, что я увидел, там, на том же Килофе, как там тот же Морди разрывал, как там Дамьен, там просто не состоялись, там, суперфинал, но я думаю, что он бы мог одолеть, даже Чирита, с учетом того, что там Чирита устал, вот, и, например, вот возьмем формат, даже, вот, новых танцев на ТНТ, и где там Яна Дон, танцуя Афро, просто сносила, как каток, просто по всем проезжалась, я уже не помню, я не помню, я мало смотрел, но я помню, что она докуда-то дошла, там, до почти финальной, что ли, части, с Афро, то есть, заведомо кажется, что, типа, это стиль, с которым трудно одолеть, вот именно это такое, это более творческий, такой вот покайфовать, прожить, протанцевать, то есть, типа, это не фишки, это не какие-то там сальтухи, эффектное зрелище, это вот именно больше вайп такой, вот, именно вот больше про танец и про творчество, и как будто бы кажется, что человек с таким стилем идет на проект, заведомо, типа, показать свой стайлак и не соревноваться, и камон, она там просто одного за другим вот так вот разносит, и ты понимаешь, что по делу, вот, поэтому сейчас скажу вообще, абсолютная лотерея. А может быть такой момент, что, знаешь, что-то вроде тенденций, допустим, сейчас Афра как бы такой, год, сколько он уже, год-два, такой более-менее такой, новый стиль, больше, да, наверное, сейчас сказал фигню. Так вот, насколько я знаю, насколько я знаю, он нифига не новый, это просто в какой-то момент именно у нас. Ян и Стася взялись за этот стиль и начали просто его форсить как бы вот по-новому, вот со своей, не знаю, подачей, вот они вот, вот они, и они еще и вместе объединили усилия, вот они такие разные, они обе так по-разному и так круто преподносят этот стиль и делают это так, что ты смотришь, вот ты смотришь, тебе не важно, тебе нравится, не нравится, ты смотришь и кайфуешь, вот, а так-то, насколько я знаю, давно уже, люди, я просто их лично не знаю, этот стиль форсят, но буксовали, 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 потому что тут тоже важно, как ты это, как это будет станцовано и как это будет преподнесено, даже если посмотреть, как девчонки, ну, работают с продакшеном, с образами себя, костюм, косы, видос, качество картинки, не просто на телефон, а там снято, свет, и фигачит, фигачит, фигачит это в массы, и хочешь не хочешь, то, что это сейчас модно, и там, и музыка, и танец, в целом, это отчасти их заслуга, и, возможно, не только их вообще, в целом, вот, но, опять же, это же произошло вот сейчас, не произошло, пять лет назад, а оно было пять лет назад, афро, это же не появилось вот только сейчас, это афро, он там прародитель всех этнических, там, и хип-хоп, и т.д. Это единственный момент, почему я боюсь формата подкастов и интервью, это я боюсь где-то, да, вот, в фактах, заблудиться в фактах, вот, но насколько я понимаю, что вся история с продажей рабов из Африки в Штаты, как раз исторически привела к тому, что вот эти все этнические мотивы, африканские танцы, попали в Штаты, попали в Штаты, да, в Америку, и там ребята, грубо говоря, работая так же на плантациях, там, собирая хлопок, просто танцевали, кайфовали, и потом, когда это все начало уже перерастать в более цивилизованный формат общества, это все вот эти ребята как бы поколениями, то есть уже форсили, и отсюда уже и вытекали там брейкинг, хип-хоп и так далее. Ладно, если что, я это подрежу, чтобы не компрометировать, не стереги меня. Нет, я думаю, что это стоит оставить, и если что, если я где-то налажал, то пишите в комментариях, где я налажал. Да, кстати, пишите в комментариях по нашу подкасту, что вы думаете, оставляйте свои классные реакции, мы будем очень рады. Я знаю, что ты как один из основателей шумиха среди тру, или это началось с чего? С того, что это был как кэмп, да? Нет. Нет, это был батл, такой Тимка, очень в свое время один из, наверное, самых крупных. мы года три, наверное, думали, может, соберем команду и поучаствуем, может, соберем команду. Да, ну, начиналось это так, и мы просто собрали сборную солянки, название придумал еще, по-моему, до этого батла кадет мой напарник вместе со своим, на тот момент, сокомандником по команде Island Dance Саня Андриенко-Киллов. Если я не ошибаюсь, то это что-то в раздевалке, они там перед очередной треней, он что-то такое сказал, что типа это там шумиха среди тру. Я уже не помню про что, но само словосочетание такое, типа шумиха среди тру. Очень въелось, и кадету очень понравилось. И потом просто мы, и я, и кадет, по-моему, в тот год не прошли отбор в один на один, в хип-хоп, и на следующий день, типа понимаем, что регистрация команд открыта, и мы еще можем поучаствовать, и мне кадет звонит и говорит, давай ворвемся. Я говорю, давай, все, я еду. И он говорит, вот, Санек Локинг, я за брейкинг, ты можешь за хип-хоп, нам надо найти хаусера и папера. Вот. Ну и мы ходили, искали, 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 и в итоге, короче, никак не могли найти, нашли хаусера, никак не могли найти папера, и нам Дамьен говорит, короче, если не найдете папера, я у вас пойду, как папер. Мы говорим, все, погнали, мы уже, считай, поиски закончены, все, давай. Вот. Ну и, короче, вот мы пятером вот так импровизировано ворвались, и нас кадет зарегал как шумиха среди тру. Вот. И просто почему название так прижилось, потому что это был батл, который выигрывали много лет подряд фарфор, еще до создания команды фарфор, то есть они там назывались как-то Орехи, как-то еще там Moscow Crew, или как-то, я уже не помню, разные были составы, Рамун у них там был, там Бонзай, там, ну, короче, такие OG ребята. И вот в тот год они уже как состав команды фарфор, то ли второй, то ли третий год подряд, они выигрывали, это были такие, ну, как бы, прям чемпионы, которых никто не мог свергнуть. И тут вот мы молодежь, у них еще был Тёма Алиев, битмастер из Predators, вот, и вот, по-моему, Кристи, Раф, Витек и Дима Ким. Ну, естественно, ничего не предвещало беды, они готовы, как команда, у них там какие-то есть подхватики, рутинки, а мы все там на месте придумываем, ну, и мы раз там первый круг сносим прям так, чтобы Ор прям стоял, и вот потом вот мы это зарубились с фарфором, и вот прям, мне кажется, вот так вот перевесили, выиграли, и потом уже, как бы, добили и выиграли всю тусу, вот, и получилось так, что мы нашумели среди всех трушных ребят, действительно, получилась шумиха среди труп, вот, на следующий год нам этот подвиг уже не удалось повторить, вот, но вот так вот, как бы, просто родилась вот эта команда, которая, вот, тогда просуществовала, вот, день, и потом, спустя там год мы собрались еще раз на Тимку, потом пытались там собраться на отбор СДК в Москве, ничего не получилось, и потом просто мы с кадетом, когда уже начинали думать в сторону того, чтобы, ну, не то чтобы студии, ну, там был вот зальчик в подвале, где мы просто вели группу и решили объединить усилия, типа, двигаться вместе, вести совместную группу, вот, и думали, надо как-то это сразу обозвать, чтобы в дальнейшем, когда это уже станет студией, когда мы сможем, когда мы будем готовы к этому, чтобы у этого уже было как-то название, и нам нужно просто создать группу в ВК и просто как-то назвать, и мы долго думали, кучу всяких названий перебирали, и нам все вокруг нас говорили, почему вы не хотите оставить Шумиха среди труб, мы просто думали как-то, ну, это, наверное, как-то команда, вот, и мы спросили всех ребят, типа, не против ли ребята, что мы вот своих, как бы, учеников, вот это все сообщество, объединение, назовем Шумиха среди труб, никто был не против, потому что Санек в Локинге двигался с Айлент Дэнс, у него там свои проекты, своя там коммерция, свои там движухи, вот, у Костяна, у Дамьена, уже тогда был Дистрикт 13, вот, и он уже, у него там и группа была, и ученики, и команда, и вот Дамьен Льета же, это же вот все оттуда, вот, и он, тогда уже говорит, типа, мне уже там, ну, все равно, у него там свое, короче, свой вектор внимания, Паша Пугин, наш хаусер, он там, что-то там на детском Евродине работал, там где-то еще, ну, короче, короче, всем фиолетовый, и все такие, типа, да, окей, вот, ну, мы такие, ну, блин, классно, что пропадать будет название, вот, потому что команды все равно нет, команда все равно распалась, вот, и это название как бы канет все, вот, и мы решили, что вот студию можно так назвать. Она так и называется, или просто Шумиха? Шумиха среди тру, да. И сейчас это как танцевая, как школа танцев? По итогу это переросло, мне сложно назвать это школой танцев, потому что у нас нету кучи направлений, ресепшена, там, не знаю, команды, там, СММщика, уборщица и так далее, никого нет, мы все сами, я кадет, и у нас просто вот такое пространство, где можем тренить мы, наши ученики, у нас ведет там группу Жека Барышев, ведет группу Пунча, периодически открывает группу Настя Зинцова, эти же ребята ведут там Индивы, Коля Шеф ведет там группу, это ученик кадета, вот, и вот группы мои, группы Димана, то есть просто очень много свободных часов в зале, и у всех наших учеников есть возможность залом пользоваться, то есть все могут там готовиться к батлам, ставить харяги, снимать видосы, тренить, тренить онлайн, оффлайн, как угодно, все что угодно, вот, есть два зала, две раздевалки, там очень уютно стало за вот уже, сколько, семь лет, по-моему, шесть, шесть лет, вот, за шесть лет там стало очень уютно, очень классно, это просто такое, наше вот творческое объединение, и такое пространство для воплощения всех наших творческих идей, там мы готовились ко всем же с дыбу, там мы готовились к KOD, нет, кстати, KOD вру, начинали мы готовиться еще в другом зале, вот, в восемнадцатом году мы только туда въехали, вот, и потом уже продолжали готовиться там, там, если какая-то выпадает коммерция, нужно что-то поставить, подготовить, там у нас вот девчонки, Perfect Crew, я не знаю, правильно я произнес их или нет, но это вот Настюхи, и их там движуха, их девчонки, там, Шива, Клара, Жеча, Диляра, там, вроде бы всех назвал, вот, они там у нас тоже в студии тренят, вот, короче, классное место, оно реально классное, я безумно его люблю, потому что мы были на грани его закрыть, когда ковид случился, вот, и мы пережили, и, еще был момент, когда вот, мобилизацию очередной раз объявили, вот, и мы думали, что, ну, непонятно, типа там, может, сейчас вообще придется свалить на год, вот, и что делать, вот, и тоже такой стрёмненький был момент, но мы вроде как-то постарались все это оба раза, но сложнее всего ковид, конечно, был, все это удержали, и слава богу, потому что сейчас есть вот это потрясающее место, вообще, не знаю, вот, все свои какие-то навыки, все свои какие-то открытия, инсайты, вот, я все несу туда, и вот мы там с учениками, все это фигачит. Творческая атмосфера там, короче, полная. Очень, очень, вообще. Так что, кто хочет прокачаться, welcome. Да, да, вот, и лагерь получается, вот мерч у нас, вот, вот эти вот футболки, это наши первые варенки, очень сложно это было, очень дорого, очень долго, муторно, вот, но получилось классно, не вся там партия получилась, мы там переделывали, короче, жесть. Мерч это отдельная история. Ну, не прям сами в пастрюлях, но, короче, долгая история, в общем, да, работаем с тем, чтобы у нас был свой мерч, и постарались сделать так, чтобы нам не было вообще стыдно, ни разу, чтобы не было такого, ой, это у нас не получилось партия. Нет, мы, если у нас какая-то, не знаю, футболка не получилась, мы ее у человека забираем, и даем ему новую. Но такого было там, не знаю, раз или два, за все там, не знаю, уже, наверное, штук 500. Слушай, спасибо тебе еще раз, что согласился, это было прикольно, мне очень понравилось. Ребята, еще оставляйте свои подписи под этим видео, свои комментарии, будет интересно посмотреть, послушать, что вы думаете, про то, что мы сегодня поговорили с Артемом. Артем, Артем Сидоров, спасибо тебе большое. Спасибо, что позвал. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,